Должна поехать и разобраться, почему ее задержали. Стеф, не волнуйся. Все выясни. Артем дома не ночевал. Я заглянула в комнату, а там даже постель не расстелена. Телефон выключен. Может, в полицию ехать. Подожди. Нина, скажи, пожалуйста, ты не знаешь, где может быть твой брат? Я не знаю. Нина, подумай. Может, у него девочка появилась? Да я правда не знаю. Вот тут остановите. Отделайте кадр ближе, пожалуйста. Да, сейчас. Спасибо за помощь. Эта запись мне будет нужна с собой. Хорошо. Забирайте. Здравствуйте. И снова здрасте. Вы, наверное, по делу у Мартины Полозовой? И по этому делу тоже. Вы не сказали, на каком основании задержали мою сестру. Стефания Юрьевна, основания для задержания есть. Только право распространяться о них я не имею. Что ж это такое-то? Одна беда за другую. Сначала мама, теперь... Тема, Нина, Мартина. Это же... Нина и Артем, это же ваши дети. Что с ними не так? Да вчера утром сын ушел в гимназию. Он до сих пор не появлялся. На звонки не отвечает. Друзья ничего не знают. Ну, да. Классика жанра. Двадцать четыре часа прошло? Да. Ну, тогда он в пятый кабинет, там примут заявление. Спасибо. Ты упомянула Нину? У нее что, какие-то проблемы? То нет. Она просто переживает по поводу возвращения Мартины. Тут еще и Тема. Ну, ничего. Вернется Тема. Но разговор у меня будет с ним серьезный. Что, в первый раз? Да нет, не в первый. Работай, работай. Раскин из тебя в гимназию не пошла. Да ладно тебе, ну, один день всего лишь. Не страшно. Тебе, может, и ничего. А мне потом догонять. Ну, не мог я сегодня туда пойти. Ну, и сколько ты будешь прятаться? Твои родители, скорее всего, уже заяву написали. Маша, ты не в школе? Тебе нельзя пропускать с твоими оценками. Я себя плохо чувствую. Да, а что с тобой? Голова пылит. Ты деложись, а мы с Темой обед приготовим. Знаешь, как он готовит? Шеф-повар. Пусть мне Тема лучше объяснит, где он взял этот ноутбук. Так это мой. Я сам скопил. Мне родственники денег надарили, вот я... Точно? Ох, не нравится мне все это. Еще втянет тебя в какую-то историю. Мам, никто никого никуда не втянет. Не волнуйся. Тема, родители твои знают, где ты? Мам, знают. Иди ложись. Хочешь, я тебе фильм какой-нибудь найду? Сама. Спасибо. Слушай, а что с ней у тебя? Фигматоидный артрит. Так вы одни живете? Да, одни. Папаша ушел еще до того, как она заболела. Ушел к одной молодой телке. Ну, что, просто ушел, не помогает, что ли? Почему помогает? За гимназию платит, маме на лекарства дает. Просто у него зарплата не очень. Да. Теперь я понял, для чего тебе нужны деньги. Что ты ее два часа ковыряешь? А ну, давай сюда. Да ее он почти до чистил уже. Да, ну давай сюда. Малик, ну подожди. Чего ты весь день от меня бегаешь? Давай поговорим. Идем. Что хотела? Спроси, что мне делать. А я откуда знаю? Раньше надо было думать. Вообще-то нам обоим надо было раньше думать. А теперь все так, как есть. Ну, вообще-то мы уже не вместе. У меня не было ничего с Даней, правда. Ты мне веришь? Ну, допустим. Только вот я не могу понять, а что это меняет? Ну, как? Мы могли бы быть вместе. Я, ты и наш ребенок. Да ты что, Курахова? Какой ребенок? Тебе 15, мне 17. Я к такому раскладу вообще не готов. Короче. Решай сама. Способы есть. Здравствуйте, Ярослав Артемович. Добрый день. Да. У Галины Львовны были свои маленькие секреты. Это казино. Не могу поверить. Мама с ее высокими принципами и порядочностью. И вдруг подпольное казино. Зачем ей это было нужно? Разве мало приносит теннис на академию? Стефа, это несравнимо. Ярослав, я не смогу вести этот так называемый бизнес. Тебе не придется. Этот бизнес буду вести я. Стефа, поверь, это казино обеспечит нашу семью нам много лет вперед. И когда детям исполнится 18, я все передам им в лучшем виде. Подожди, ты хочешь, чтобы Нина с Тем этим занимались? Конечно, нет. Но пока это не актуально. Слушай, я что-то совсем запуталась. Мне нужно как-то... Мне нужно побыть одной. Пожалуйста, дай знать, если Тема объявится. Ладно? Конечно. Игорь, привет. Ты можешь со мной встретиться? Нет, прямо сейчас. Да, так и есть. Восемь лет жила за границей, а теперь решила вернуться. Что вас удивляет? Поподробнее. Причин и повод. Это вас не касается. Касается, к сожалению. Расскажите мне все о португальском вине, которое вы подарили вашей матери в день ее свадьбы. Вы хотите сказать, что это я отравила? Убила собственную мать? А зачем? Из-за наследства? Я вас разочарую. По завещанию все отошло моей сестре и моим детям. Ну, пока завещание не всплыло, вы этого знать не могли. Верно? Готово. Смотри видео с камеры. Интересно. Что скажете? Это не я. Да вы что? Да. Саша, заедь к нам сегодня. Нужна твоя помощь. Хорошо. Освобожусь сразу к вам. Что там опять? Потом. Я передаю дело в суд. Спасибо, что пришел. Я даже предположить не могла, что у мамы был какой-то нелегальный бизнес. Я по идее в полицию должна сообщить, но как? Это же бизнес моей мамы. Прости, но какое теперь это вообще имеет значение? Большое. Я теперь повязана с Ярославом. Он сказал, что все возьмет на себя. Ну, хорошо. Будешь платить ему зарплату. Наемный менеджер – это нормально. Ты же ему доверяешь? Доверяю. Несмотря на кучу его недостатков, он надежный человек. Он никогда не подводил ни маму, да вообще всю нашу семью. Ну, это прекрасно. Сможешь наконец переехать ко мне. С чистой совестью. Ну, не будет же он тебя удерживать. Он умный, поймет в конце концов. Не знаю. Поймет, поймет. Тем более, ты сама говорила, что вы никогда друг друга не любили. Да дело же не только в любви. Все, все очень запутанно. Так, пойдем-ка посидим где-нибудь. Я думаю, что нету проблем, с которой мы вдвоем не справимся. Коллеги, в связи с последними событиями управление нашим заведением я вынужден взять на себя. По всем вопросам теперь ко мне, выручку тоже мне проверять все буду лично. Это ясно? Да, Ярослав Артемович. Да. Штат сотрудников придется сократить. Столько персонала мне не нужно. Извините. А можно узнать прямо сейчас, кто из нас вылетит? Окончательное решение я приму через неделю. Кто проявит себя хорошо, тот останется. Ну, а кто не очень, я без судьи. Когда Мартина сбежала из дома, мама возненавидела ее. Перестала видеться с Ярославом, с внуками. Она вообще запретила произносить ее имя при ней. И ты, конечно же, бросилась помогать брошенному мужу и детям, да? А у меня не было другого выбора. Молодец. Привет. Смотри, кого я тебе перенесла. О, какой новый друг у нас. Как вы? Плохо. Врачи говорят, что это надолго и... Может, даже на всю жизнь. Не надо расстраиваться. Все будет хорошо. Мы справимся. Мы поставим его на ноги. Нравится тебе? Как назовем? Подумай. Мифка. Мифа? Мишутка. Миша. 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 Спасибо тебе. Если бы не ты, я, наверное, с ума сошел. Вот какая женщина мне нужна. Тему выписали и нужно было продолжать лечение амбулаторным. Он плохо ел, плохо спал. О Ниночке нужно было заботиться, а Ярослав не справлялся. А потом как-то начали жить по инерции. Тёма поправился и перерос сосну. Ниночка отличницей стала. А мы продолжали изображать счастливую семью на пару. Ради детей. Они ко мне так привязались, да и я к ним. Я... Ты понимаешь, я просто не понимаю, как я могу сейчас зайти уйти. Особенно сейчас. Нина беременна. А Тёма из дома сбежала. Вот этот поворот. Это все плохие новости? Нет. Мартина хочет их отобрать. Но в сложившейся ситуации вряд ли у нее это получится. Я не верю, что она убила маму. Допустим, что Мартина не причастна к смерти Галины Львовиной. Но ты думаешь, дети захотят с ней остаться? Нет, они не хотят. Кто знает, может, она их когда убедит. Стеф, давай решать проблему по мере их поступления. Ну, надумать можно все, что угодно. Извините, что помешал. Я хотел попросить прощения, я был неправ. Выходит, я зря на вас нападал. Да ничего будет. Да нет, нет, правда. Если бы не вы меня, тогда точно посадили. Стеф, мне жаль, что с Мартиной все так. Да, по поводу квартиры. Я на следующей неделе выеду, и она будет полностью в вашем распоряжении. Денис, вы меня простите. Я несправедлива была к вам. Да, я все понимаю. Знаете, а я рад, что вы вместе. Вы друг другу очень подходите. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Дежурный, дежурный, дежурный следователя, позовите. Дежурный, 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 дежурный. Ну, пожалуйста. Мне нужно с ним поговорить. Ты, значит, непонятно где и с кем потёрлась, и теперь всё это хочешь свалить на моего сына. Не выйдет! Он ещё ребёнок, и я буду его защищать. Поняла? Ты шлюха малолетняя! Поняла ты меня! Я не шлюха, не говорите так! Что происходит? О, хорошо, что вы появились. Я мать Валентина. А вы вообще в курсе, что происходит в вашем семействе? В курсе? Успокойтесь. Успокойтесь. Вы это мне говорите? Успокойтесь. Ваша дочь пытается повесить свою беременность на моего сына. Нагуляла непонятно от кого. Если она попытается предъявить нам претензии, дальше что я сделаю? Пожалуйста, не кричите. Вам никто претензий не предъявляет. Мы сами разберёмся. А сами они разберутся. Воспитывать надо было нормально. Воспитала шлюху. Выражение выбирайте. Стой, что ты мне сделаешь? Побьёшь ты меня, да? Уважаемая, так, женщина, успокойтесь. Всё, вам не рада. Успокойтесь. Уму непостижимо. Залетела непонятно от кого. И теперь ещё мальчика хочет окрутить. Письмо личной семьи. Что ты смотришь на меня? Что? Не стыдно тебе? Папа. Ты что, беременна? Ярослав, давай потом поговорим. Пожалуйста. Ты уже любовника сюда своего притащила? А, так понятно. Это у вас семейное. Всё ясно понятно? Что мать, что дочь? Да всё, ушла я. Всё ясно. Стефа едет со мной. Прямо сейчас. И на девочку не надо кричать. Ей и так непросто. Пап, не надо! Пожалуйста, Ярослав! Всё будет хорошо. Поднимайтесь. Я тебя очень прошу. Поднимайтесь, поднимайтесь. Игорь. Я вспомнила. Возможно, у меня есть алиби. Проверьте, пожалуйста, телефон у всех маминых гостей. Они все фотографировались. Возможно, где-то в кадр попал этот чёртов ящик с вином. Я видела, как его ставили в мамин багажник. Оба замка были закрыты. Его не распечатывали. Так, всё. Давай-ка, успокаивайся. Всё будет в порядке, слышишь? Воды принести? Кто этот мужчина? Почему папа назвал его твоим любовником? Его зовут Игорь. Игорь Алексеев. Он врач. И да, мы встречаемся. Почему ты раньше не сказала? Ну, я не знала, как сказать. Да и сейчас не знаю, как правильно поступить в данной ситуации. Стэф, не уходи. Маленькая, я никуда не уйду, особенно сейчас. Я с тобой. Если ты уйдёшь, я с тобой. Мы не сможем с Тёмкой без тебя. Ты где он, не знаешь? У Маши, наверное. Кто такая Маша? Девочка со школы. Они встречаются. В ближайшие дни сделаешь аборт. Я договорюсь. Пап, я ещё ничего не решила. Вдруг я хочу рожать? Этот вопрос буду решать я. Всё будет хорошо. Не заставляй её делать то, о чём она потом может пожалеть. Если она тебе мешает, я заберу её к себе. К себе это куда? К своему любовнику? Пойдём-ка я тебе кое-что объясню. Я понимаю. Ты думаешь, что с тобой случилась большая любовь. Это прекрасно, Стефа, но ты ошибаешься. Ты знаешь, какие у него долги? Кредит на дом, на машину. Плюс дочь от первого брака. А зарплаты врача на всё не хватает. Ну, надо же, как ты хорошо осведомлён. Я всегда хорошо осведомлён. Стефа, тебя используют, а ты этого не понимаешь. Ему нужна богатая наследница. Ты мне ничего нового о нём не рассказал. И наши отношения начались задолго до того, как я стала богатой наследницей. Я сегодня звонил следователю. Мартина действительно убила Галину Львовну. Есть доказательства. Какие доказательства? Я не уточнял. Если тебе интересно, можешь сама выяснить. Надо найти хороших адвокатов. Ты хочешь, чтобы она вышла и забрала у тебя детей? Ты где? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты в порядке? Нина, собирай, поехали ко мне. Ты же видел, с Ярославом сейчас невозможно общаться. Он говорил гадостей про тебя, про Мартина. Нина вообще насильно отправляет на год. Стеф, что-то не похоже это на то, что ты про него рассказывала. Не похоже. Сейчас я в таком состоянии, что... Про Артема есть новости? Нина говорит, что, скорее всего, у девочки у своей. Хоть тут все хорошо. Завтра надо еще найти адвоката. Я с тобой. Спасибо. Ничего себе. Это ты испек, Артем? Да, я испек. Мам, я шутила. Он не умеет готовить. Это я. Пахнет потрясающе. Это не умница. Так. Аккуратно. Горячий. Спасибо. Это отец. Открой, пожалуйста. Зачем ты его позвала? Спасибо. Извини, что поздно. Работа. Ничего. Я все понимаю. Как всегда. Здравствуй, Артем. Здрасте. А я папа Маша. Вот это поворот, да? Ну, да. Мы же знакомы. Вы знакомы? Да, познакомили случайно. Артем, так что там все-таки с ноутбуком? Ты где его взял? Ну, я же сказал. Я сам накопил, сам купил. Вот. И ты вот так вот сходу дорогой ноутбук подарил однокласснице? Ну, Машу нужен для учебы. У меня уже один есть. Да и вообще. А посмотреть на него можно? Ты пекла? Твоя дочь. Умница. Твоя дочь. Так. Говори пароль. Не знаешь или не помнишь? Чей ноут? Ну, глупо уже врать. Понятно, что не твой. Так. Понятно, партизан. Вставай. Поехали. Папа, куда? Спокойно. Отвезу его домой. Родственники уже всю полицию на ноги подняли. А с ноутбуком в отделении разберемся. Я с вами. Куда на ночь глядя, Маш? Ну, мне тебе кое-что можно сказать. Не пуха. К чёрту. К чёрту. Ну, слушаю внимательно, дочь. Это я подбила его на гражу. То есть, я не знала, что он так поступит, но это всё из-за меня. Я тянула из него деньги. Требовала. Вот он и… Маша, тебе денег мало? Того, что ты даёшь, хватает только на необходимое. А так хочется иногда маму порадовать. Цветы, новые шмотки, что-то вкусное ей купить. Ну, ты знаешь, я больше давать не могу. Да ладно. Я тебя ни в чём не обвиняю. Ну, ты теперь поняла, к чему могут привести такие необдуманные поступки? Воровство, конечно, ничем оправдать нельзя, но, кажется, этот парень в тебя влюблён. Мне тебя так не хватает. И я злюсь на тебя. Машоня, ну, я всё понимаю. Будем с этим что-то делать. Можно съездить куда-нибудь. Например, летом на море рвануть. А мама? Возьмём маму с собой. Ага. А это твоя Аннушка. Не будь против. Не будет. Не будет. Тёма тут. Когда он вернулся? Я ничего не слышал. Не знаю. Мы спали, наверное. Тёма? Тёмочка? Артём Ярославович! Подъём! Где ты был? Да не трогай меня. Я задал вопрос. Ярослав, не надо. Стефа, уйдите. Я хочу поговорить с сыном, как мужчина с мужчиной. Спокойно поговорите. Где мой ноутбук? Я на тебя в полицию заявлю. Мне всё равно, что ты мой сын. Где мой ноутбук? Да заявляй. Всё равно, твой ноутбук уже у полиции. Где? Удалось? Удалось. С трудом. Всем отделом голову ломали. Курах обхранил эту тайну за семью замками. Вернее, за семью уровнями защиты. Но ты не зря решил его проверить. Смотри. Глухов, который обнародовал завещание Галиной Полозовой родственникам. Я так и знал. Да, с виду не скажешь, что Курахова способна отравить собственную тёщу. Подожди, а как же запись камеры? Поехали. Дети уже в гимназии? Да, уже ушли. А ты куда собралась? К Мартини. Игорёк твой будет там? Иди сюда. Ярослав, ты чего? Ярослав, ты что? Дома посидишь. Ярослав! Ярослав! В общем, он заплатил мне столько, сколько я не зарабатываю за целый год. Меня не интересует сколько. Подменив видеозаписи, вы пошли на преступление. Да поймите, он меня заставил. Практически вынудил. Нам нужны все видеозаписи, сделанные в этот день. Да, конечно. Что такое? Ярослав Артёмович менял не только записи наших камер. Он сказал, что там работал наш ресторанный оператор. В зале снимал. Ну, сказал, чтоб я вышел на него и удалил кусок его видео. Ну, в общем, я этот кусок оставил для себя. Вот. Бокал невесты должен быть всегда полон. Бокал невесты должен быть всегда полон. Галина Львовна, совет да любовь. Со вас. Спасибо. Так, Аня. Этого в отделении я задерживать Курахнула. Мартина? Здравствуйте. Поздравляю. Мы со Стефой думали, вам понадобится адвокат. А вы меня знаете? Потому что я вас нет. Не, Игорь, будущий муж Стефы. Как? С настоящим у нее что, все? Все. А где сама Стефа? Мы договорились здесь встретиться, но она, видимо, опаздывает, детьми занимается. На телефон не отвечает. У нее это частая история. Я предлагаю, давайте присядем в кафе, подождем ее. И у меня есть несколько вопросов по поводу Ярослава. Вы же хорошо его знаете. Давайте мы все-таки поедем, поищем Стефу, а по дороге зададите свои вопросы. Погоди. Стой. Стой, стой. Ну, откуда я мог знать, что мама такой дурдом устроит? Я вообще не собирался ей говорить. Случайно вышла. Мне абсолютно все равно. На ваши с мамой расклады. Понятно? Я сама со всем разберусь. Так как ты и советовал. Прости меня, слушай. Прости. Я подумал, что мы и правда могли бы… Звонок. Привет. Привет. Можно я тебе на минуту? Да можно, конечно. Я бы хотела… Эй! Слышь. Давай, увидимся. Я… Я… Я бы хотела сказать, извини меня, пожалуйста. Я вела себя как полная дрянь и втянула тебя в эту историю. Ты что, Маш, ну ты вообще не виновата. Я же понимаю, у тебя мама… Пасался я в такой ситуации. Я бы вообще не справился. Ты молодец, ты справился. Вот. Ты умничка. Правда. Ты больше не должен мне доставать деньги. Ты мне нравишься, Тём. Погоди. Ты серьёзно? Да. И мой папа не такой монстр, каким я тебе его нарисовала. Да, я понял. Он, ну… Просто ушёл от вас, а ты там переживаешь, ревнуешь. А вообще, он классный мужик. Да? Да. Что делать будем? Ждать? Или на работу к нему мотнёмся? Саш, смотри. Добрый день. А что вы здесь делаете? Не открывают. Вы не знаете, где Курахов? Откуда? А ваша сестра? Я думал, она здесь. Это её? Да, это её. А что случилось? Почему это у вас? Так. Открыто. Господи, они что, дрались? Александр Петрович, какого чёрта, что здесь происходит? В квартире никого. Я подозревал, что он сбежит. Кто? Ярослав? Мартина Юрьевна, ваш бывший муж – опасный, хитрый преступник. Он ловко запутал следствие, пытаясь всё свернуть на Кравца, а потом на вас. То есть, нашу мать убил Ярослав? Да. Расскажите мне всё о вашем бывшем муже как можно подробнее. Похоже, что он взял вашу сестру в заложнице и сбежал. То, что вы расскажете, поможет нам в поисках. Да он гад. Я только что говорила об этом Игоре. Он просто способен на всё. Таким образом, через полгода вы вступите в права на следование. А пораньше никак нельзя? Нет, к сожалению, пораньше никак нельзя. На нарушение закона я пойти не могу. Да неужели? Прям не можете. Следователь Ивашенко. А вам бы я не советовал иметь дело с юристом Глуховым. Он сам под статьёй ходит и вас под статью подведёт. Что вы себе позволяете? Не обращайте внимания. Это всё наглая ложь. Всего доброго. Ещё увидимся. Где сейчас находится Ярослав Курахов, по указанию которого вы составили ложное завещание Галины Полозовой? Я ненавижу попкорн. Меня от него тошнит. Не знаю. Я вообще не могу смотреть кино с попкорном. Ну, надеюсь, сегодня смогут. Артём! Чего? Иди сюда. Папу объявили в розыск. В смысле какой розыск? Артём, ну, нужно срочно домой. Маш, прости. Нужно срочно бежать. Спасибо тебе большое. Я просто совсем не умею готовить. Если бы не ты, дети бы сегодня голодали. Не за что. Какого фига? Вы кто? Вы её новый любовник? Что происходит? Почему папа в розыске? Так, все успокоились. За обедом я всё объясню. Да не надо мне ничего объяснять. Вы метайтесь отсюда во все. Артём, выслушай меня. Я хороший друг Стефы. А, то есть ты любовник Стефы, да? И она тоже. Никому тут нельзя доверять. Артём! Артём, стой! Артём! Отпусти ты. Мне вообще никто, чтобы указывать. Ясно? Я пойду. Ты никуда не пойдёшь. Я говорю, я пойду. Да я скажу вам сейчас. Всё как есть. Ваш отец убил вашу бабушку. Именно поэтому его объявили в розыск. И сейчас он в бегах. Полиция считает, что он взял с собой Стефу, как заложницу. И когда всё это кончится, всё обязательно кончится хорошо. Стефа будет жить с Игорем. Они любят друг друга и хотят быть вместе. Ситуация сложная, но мы её с вами переживём. А сейчас вы должны вести себя достойно. Как взрослые, разумные и ответственные люди. А не как двое капризных малышей, которые только усугубляют сложившуюся ситуацию. Ясно? Да, слушаю. Вижу, да. Сейчас спущусь. Пойдёмте. Обед наставим. Ты куда? Пойдёмте. Пойдёмте. Ну как снова павай.. Но которыеito. Казино. Тэфа теперь тоже знает про казино. Недавно Ярослав ей рассказал. Там такое помещение специфическое. Склад, подс flats, подвал. Короче, есть где прятаться. Ладно, пойдем. Как давно вы знакомы с Кураховым? Давно оказываете ему подобные услуги? Или подлог завещания Галины Полозовой по его указке – это отдельный случай? Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы в отсутствии своего адвоката. Так сбежал ваш адвокат. У вас с Кураховым был бартер, верно? Сколько раз он помогал вам выпутаться из неприглядных историй? А он что, один? У меня и другие защитники есть. А я не сомневаюсь. Где Курахов? Вам, гражданин Глухов, грозит статья. И не одна. И уверяю вас, я сделаю все возможное, чтобы вам впаяли максимальный срок. Так что подумайте. Сотрудничество со следствием в ваших интересах. Я не поняла, что именно Ярослав Артемович вам просил передать? На самом деле мы ищем его самого. Он похитил свою жену. Как похитил жену? В смысле? Курахов преступник, Женя. Он убил Галину Львовну. Идем. Этого не может быть. Это какая-то ошибка. Нет, это не ошибка. Он в розыске. Будьте внимательны. Не исключено, что он сюда вернется. Маловероятно, конечно. Но все может быть. Так а мне что делать, если он появится? В полицию мне нельзя. В полицию и не надо. Я не хочу, чтобы имя Галли полоскали в связи с этим казино. Мне сообщишь. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok